Антон Кореневич, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины. Антон, добрый вечер вам. Добрый вечер. Антон, Киев призывает международное сообщество создать спецтрибунал по военным преступлениям России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддерживает эту идею, но говорит, что процесс должен быть под эгидой ООН, это не секрет, чтобы и вести расследование, и судебное преследование преступления и агрессии России. Почему так необходим независимый суд, когда подобные в мире уже существуют? Ну, на самом деле нужно начать с того, что это спецтрибунал не по военным преступлениям, а по преступлению агрессии. По военным преступлениям действительно, вы сами обозначили, у нас уже существует международный уголовный суд в Гаге, который расследует сейчас ситуацию в Украине на предмет возможного совершения военных преступлений, преступлений против человечности, и национальные суды разных юрисдикций, в том числе национальные суды Украины. Но есть один момент. Он состоит в том, что преступлением высшего состава как раз политического и военного руководства Российской Федерации является преступление агрессии. Его намного проще доказать, и это намного эффективнее можно сделать, особенно если мы говорим о том, что если устанавливать ответственность Кремля в совершении военных преступлений в Буче, то будет стоять вопрос очень серьезного установления причинно-следственной связи между конкретным военным преступлением в Буче, Ерпине и Изюме и наличием соответствующих распоряжений и приказов, скажем, с Кремля. Поэтому наша идея и концепция состоит в том, что к усилиям, которые уже сейчас совершают национальные суды Украины, в частности, в том числе, конечно же, в большей степени, и Международный уголовный суд, мы добавляем еще один элемент – специальный трибунал по преступлению и агрессии против Украины. Поскольку сейчас нет в наличии международного суда или трибунала, который имеет юрисдикцию расследовать преступления и агрессии против Украины, и таким образом у нас будет обеспечена полноценная, полная ответственность всех, кто совершает преступления в Украине. И российских военных, которые совершают военные преступления в Буче, и российского высшего политического и военного руководства, которые отдаются соответствующие приказы на ведение агрессивной войны против Украины. Какое участие ООН в организации и создании этого спецтрибунала, и какой формат, как это должно происходить, кто должен его утверждать, поддерживать, голосование, как это все будет формально происходить? Ну, вы знаете, когда мы говорим об участии ООН, то тут можно говорить о разных формах. Опять-таки, это все надо, конечно, обсуждать с нашими международными партнерами. Это может быть поддержка соответствующего трибунала, резолюции Генеральной Ассамблеи. Таким образом, Генеральная Ассамблея поддерживает политический соответствующий процесс. Либо же это может быть, скажем, резолюция Генеральной Ассамблеи, которая пригласит Генерального секретаря ООН к переговорам с Украиной касательно соглашения между Украиной и ООН, касательно создания спецтрибунала. То есть роль может быть более политическая поддержка, либо же роль, скажем так, институциональная. Но, безусловно, поддержка со стороны ООН, даже политического уровня, она, безусловно, является очень важной. Ну и каким образом этот трибунал будет создан, совершенно ясно, что мы не можем его создать сами. Как бы мы этого не хотели, нам для этого нужна политическая воля наших международных партнеров создать соответствующий орган. Этот орган можно создать на основании нескольких опций, нескольких моделей. Это может быть международный трибунал, основанный на основании международного договора между Украиной и определенным количеством других государств. Либо же это может быть международный трибунал, который создан на основании соглашения Украины и ООН, о чем мы только что говорили, да, с соответствующей резолюцией Генассамблеи. Либо же это может быть международный трибунал, созданный на основании соглашения Украины и Европейской региональной организации, скажем, это может быть Европейский союз или Совет Европы, и поддержанный политически на уровне Организации Объединенных Наций. То есть на самом деле вариантов есть несколько, и самое главное действительно найти ту опцию, и ту модель, которая будет подходить и нам, безусловно, когда мы говорим об обеспечении правосудия и справедливости, и которую будут поддерживать наши международные партнеры. Антон, ну вот из всех перечисленных вариантов, может быть так, что вот этот международный трибунал будет создан без поддержки Организации Объединенных Наций, или это совсем пессимистичный сценарий? Ну, понимаете, поддержка Организации Объединенных Наций, безусловно, является важной, но существуют варианты, в которых она не является институционной, да, то есть она не является образующей, скажем так. Поэтому я все же верю, что, безусловно, поддержка Организации Объединенных Наций будет. Я, если честно, считаю, что политически поддержать такой орган резолюции Генеральной Ассамблеи, безусловно, можно, но трибунал можно создать, как вы видите, и на основании других моделей. Главное для создания этого органа – это политическая воля наших международных партнеров. Давайте уточним, вот кто потенциально сядет на скамью подсудимых вот на этом спецтрибунале, и как будут собираться доказательства, кто там Путина мы посадим, кого еще рядом с ним, вот кто может быть привлечен к ответственности? Ну, преступление агрессии традиционно считается элитарным преступлением, то, что называется leadership crime. То есть, опять-таки, это преступление, которое совершается людьми, которые имеют высокую политическую, гражданскую или военную должность, и они могут управлять вооруженными силами соответствующего государства и отдавать им приказы на применение силы. То есть, это leadership crime. Соответственно, в спецтрибунале по преступлению агрессии, очевидно, не может быть очень много подозреваемых, но, возможно, это до 20 людей, скажем, это члены Совета Безопасности Российской Федерации, которые голосовали и продолжают всячески все делать для того, чтобы применять незаконность вооруженную силу против Украины. То есть, это не может быть очень много людей. Все остальные, они, соответственно, отправляются либо в Международный уголовный суд, либо в Национальные суды Украины по обвинениям в совершении военных преступлений, преступлений против человечности. Преступление агрессии довольно просто доказать, потому что это, по сути, незаконное применение силы, которое нарушает устав ООН. Есть определение преступления агрессии в Римском статуте Международного уголовного суда и в соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи 1974 года. Даже сейчас мы можем с вами в сети найти довольно качественные, подготовленные, модельные обвинительные акты против руководства Российской Федерации за совершение преступления агрессии против Украины. Это говорит о том, что тот же обвинительный акт по преступлению агрессии может быть подготовлен квалифицированными экспертами, юристами, международниками в течение нескольких месяцев. И да, это топ представителей руководства политического, военного Российской Федерации. Именно они могут быть обвиняемыми в этом трибунале. Как я уже сказал, я не думаю, что это может быть больше 20 людей, может быть меньше. Это уже будет решать специальный трибунал в случае его создания. Ну и, соответственно, он должен будет отправлять правосудие как раз касательно вот этих топ-представителей политической верхушки Российской Федерации. Антон, скажите, вот вы неоднократно говорите о том, что доказать преступление в агрессии России против Украины несложно. И, конечно же, нашим зрителям хочется узнать, а что дальше? Можно ли судить Путина и высшее руководство, как вы говорите, Кремля, России, так как это было, допустим, со Слободаном Милошевичем или Чарльзом Тейлором в свое время? Ну, начнем с того, что когда судили Слободана Милошевича в Международном уголовном трибунале для бывшей Ягославии, тоже никто не верил, что вообще это возможно. Но видим, что прошло время, и то, что казалось невозможным, стало возможным. Поэтому все зависит действительно от того, на основании какой модели судопроизводства будет работать трибунал. Опять-таки, это мы сможем узнать только в контексте работы с нашими международными партнерами. Будет ли он работать и на псенте, да, то есть по заочной процедуре, то есть сможет ли он заочно приговаривать к ответственности определенных граждан Российской Федерации, руководителей этого государства. Либо же, как большинство международных трибуналов, которые действуют сейчас, не будет работать и на псенте, тогда, соответственно, надо будет ждать, пока эти люди смогут оказаться в распоряжении трибунала. Но мы понимаем, что в России тоже могут вещи поменяться. И тут я хотел бы сказать, что уже сам факт обвинительного акта, либо ордера на арест со стороны легитимного международного трибунала против представителей российской политической военной верхушки, это очень серьезный элемент правосудия, это очень серьезный элемент и шаг на пути к справедливости, потому что это уже не просто в обиходе, в рамках политического дискурса мы говорим о том, что человек является преступником, по сути, международным преступником, а это уже есть процедурное решение, соответствующий обвинительный акт, либо ордер на арест со стороны легитимного международного трибунала. Поэтому уже эти вещи процедурные, я уверен, будут очень важным моментом на пути к справедливости. Антон, еще такое уточнение, вот по этому спецтрибуналу могут пойти, например, патриарх Кирилл и пропагандисты российские, которые со своих экранов, с экранов телевизоров неоднократно призывали, ну, фактически, к геноциду украинского народа? Вы знаете, тут, конечно же, круг обвиняемых будет определяться специальным трибуналом, и поэтому довольно сложно говорить о каких-то конкретных персоналиях, ну, вот о представителях Совета Безопасности Российской Федерации говорить, я думаю, можно уже сейчас, да. О других личностях, наверное, сложнее, но тех людей, которых вы назвали, я думаю, что для них есть и другие опции привлечения их к ответственности. В частности, вы сами сказали, что очень много представителей российских, особенно государственных медиа, они действительно совершают отдельное преступление, публичный призыв к совершению геноцида. Да, то есть в международном праве есть преступление геноцида и ответственность за него, а есть ответственность за отдельное преступление, публичный призыв к совершению геноцида, даже если геноцида не последовало. Поэтому все эти авторы статей «Наступление России и нового мира», «Что Россия должна сделать с Украиной», все вот эти ведущие соответствующих телепрограмм, они могут быть привлечены к ответственности за подстрекательство, публичный призыв к совершению геноцида в национальных судах Украины, либо в международном уголовном суде. Касательно их так называемых религиозных деятелей, я думаю, что тоже уже в рамках того, что сегодня существует, и в национальном и в уголовном праве, все механизмы у нас в наличии. Преступление и агрессия – это элитарное преступление. За него надо наказывать тех, кто непосредственно развязал эту преступную войну против Украины. Поэтому это представители должны быть топ-руководства политического и военного Российской Федерации. А когда вы говорите «топ-представители» в Совете Безопасности в ООН, правильно? Вы имеете в виду не Бензю, Полянского? В Совете Безопасности Российской Федерации, я имею в виду. Это их аналог нашей Рады национальной беспеки в Украине. Это Медведев там. Медведев, все ясно. Это тот орган, который собственно левитимизировал в том числе преступное применение силы против Украины. То есть я не говорю о Совете Безопасности ООН как о одном из основных органов Организации Уберных Наций. Я говорю о Совете Безопасности национальном России как их национальном органе. Антон, скажите, сколько стран в мире в принципе поддерживают спецтрибунал, чтобы судить агрессию России против Украины? И какие страны, допустим, отказываются судить высшее руководство Российской Федерации? Я не хотел бы говорить о цифрах, потому что это чувствительная тема. Даже если страна условно имеет какую-то свою позицию, мы безусловно с ней работаем и говорим о том, что все-таки трибунал нужно поддерживать. У нас есть достаточно солидный уже пол государств, которые поддерживают эту идею, этот концепт. Но, безусловно, пока говорить о какой-то конкретной цифре государств, которые хотят либо не хотят, мы постоянно находимся в консультациях с разными нашими международными партнерами. А вот что касается Беларуси и конкретно Александра Лукашенко, он по какому трибуналу может пойти? Пойдет? Ну, на самом деле в определении акта агрессии есть такой элемент, как предоставление территории государства для совершения акта агрессии против другого государства. То есть если ты предоставляешь территорию своего государства для агрессивной войны, государство А против государства Б, это уже совершение агрессии. Антон, а вы лично как считаете, а может вы даже и владеете информацией, в Кремле в принципе как-то беспокоится о создании Украины международного специального трибунала? Ведь уже на их российских пропагандистских каналах все чаще звучат разговоры о ГААГе. Ну, безусловно. Мы видим, что их эта тема волнует. И это, безусловно, маркер того, что они обеспокоены реализацией этой идеи, этой концепции. Мне кажется лично, что Россия понимает, как ей действовать с уже наявными сегодня механизмами привлечения к ответственности. То есть она уже знает, как на них реагировать в том числе. А вот на идею спецтрибунала, ну потому что это действительно может быть очень-очень веховая история. Это может быть очень большая история для международного правосудия и вообще для всемирной истории. Но мы помним, какое значение имел Нюрнбергский трибунал после Второй мировой войны. Поэтому я думаю, что они обеспокоены. И они обеспокоены намного больше, чем работа с уже теми механизмами, которые существуют сегодня. Антон, спасибо вам огромное за ответы, за ваше время. Антон Кореневич был с нами на связи. Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины. И мы обсуждали тему того, как привлечь к ответственности за агрессию России против Украины высшее руководство Российской Федерации. Российской Федерации.